Велико ли, мало ли зло, но его не надо делать. Привет, я Даша, и сегодня, наконец-то, снимаю продолжение велосипедного влога, где в первой части я рассказывала о своём первом опыте езды на велосипеде до работы, то есть использовании его в качестве транспорта. И сегодня я буду рассказывать, продолжилось ли я с велосипедом в конце концов. Если вы не помните, потому что это было трудно и неправда, в первой части я рассказывала, что я очень устала, пока доехала до работы, у меня была проблема с постановкой ног на педали, и я очень устала, очень-очень-очень устала. И я всё думала, что дело на тренированности, что мне не хватает выдержки, физической силы, нет, причина моей усталости выяснилась совершенно случайно, как говорится, было бы счастье, да несчастье, по-моему, было. Запоминаю два слова, у кого схожая проблема. Уровень высоты сиденья. В общем, то же, что это является причиной, я обнаружила случайно. Дело в том, что, когда я тренировалась сидеть на велосипеде, на расстоянии большие, подо мной сиденье опустилось, видимо, там ослаблогачка, который его держит, я достала велосипедный ключ, подняла сиденье, и, видимо, я это сделала выше, чем это было раньше, потому что я с удивлением обнаружила, что езда даётся мне очень легко, вот просто в кайф. Я поэкспериментировала с этой высотой, сделала ещё повыше, стало просто шикарно, и у меня больше не было проблем с постановкой ног, потому что, видимо, я сидела слишком низко, чтобы на определённый уровень от земли поставить ногу на педаль. И есть ещё один момент, нюанс, у меня несколько скоростей на велосипеде. Я иногда, когда ехала, я специально хотела разогнаться, чтобы потом дальше просто катиться, и вот в этот период отдыхать. Но мне почему-то это не получалось. Ну, Даша же жираф. В общем, через несколько дней после вот этого я, после того, как я поняла, что я не могу разогнаться почему-то, Даша так отдалась посмотреть на уровень скорости. Конечно же, она была на первой, на самой майке, которая не позволяет быстро ехать. Я изменила скорость, и вуаля. То есть вот эти два момента, высота сидения и скорость велосипеда, мне очень мешали, но когда я всё поставила, как мне было удобно и надо, я проехала не до работы, конечно, я объехала свой район, в котором я живу, ну, это примерно расстояние до работы. Ну, приблизительно. Какое там устало, я словила просто нереальную кайфу. Потому что я получила просто удовольствие от поездки. Едешь, тебе мягкий ветерок в лицо, солнышко греет, птички поедут. Ну, колоссальное удовольствие получила от поездки. И очень жаль, что у меня сейчас просто такая ситуация, что я не могу ездить на нём некоторое время, а потом уже и зима наступит. Поэтому, к сожалению, я вынуждена была отвезти его в гараж до уже весны. Но, блин, я уже по нему очень скучаю. Здорово. Так что, вот такое, что в итоге я с велосипедом подружилась. Мне просто нужно было вот эти нюансы узнать. И всё у меня с ним хорошо, хорошие с ним отношения. На этом я заканчиваю своё видео. И я желаю вам прекрасного настроения. И до вас с ним. Пока-пока.